Короче, для меня, когда я начал, если ты заметил, я начал опять немножко ролики пилить в этом, то есть я сделал своего рода такой анализ и про каждого блогера начал думать, что и как делает, у кого какой контент и так далее. И мне показалось, что ты и Нагимуша отличаются от многих вайнеров и блогеров и так далее именно искренностью, то есть максимально какой ты есть, такой ты есть. И почему это так, почему ты решил, это опять же насчет темы позиционирования, то есть ты в суде за хайп как раз насчет этого, ты так слегка прошелся, вот может здесь ты как-то это раскроешь, откроешь, потому что многие блогеры и вообще многие люди на самом деле из-за общепринятых норм, ну, себе какие-то рамки придумывают. Согласись, это в творчестве, да, и именно в современном мире это мешает. Вот я хочу понять, что к чему. Это, кстати, Ирлан. По поводу позиционирования, ну, смотри, я когда шел... Грубо говоря, на этот рынок я сразу готовился к нескольким вещам. Первое, к хейту, я очень быстро это переборол, даже когда на меня вот за последнюю неделю волна хейта из-за ролика с Аюм пошла, то, что там нет тавад, да, короче, то в принципе мне уже вообще было норм, потому что я был к этому морально готов. И много, за эти три года много хейта было, который я вообще, ну, то есть через себя не проносил, это первое. А второе, я понимал, что если ты начинаешь обманывать с самого первого дня, вначале это классно, а потом ты по-любому, тебя в клубе кто-то спалит, да, что ты, ну ты, блядь, ну если я пью, если я всем говорю, ребят, давайте заниматься здоровым образом жизни, а сам в клубе иду и нажираюсь, это очень быстро расходится. У нас живет 18 миллионов человек, и такая тема, как у Секи и сплетни, это первое вообще, что люди, да, 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 типа, я там видел его, он там бухает. Даже сразу тебе в директ стучались, типа, ты, типа, вроде бы правильное питание рекламируешь, бургер кушаешь, да, 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 я как бы даже насчет правильного питания даже подвожу рекламодателей и говорю, что да, ребят, вот, блядь, правильное питание, но вот сегодня вот нам приготовили такой стейк вкусный, ну, сука, ну я не сдерживаюсь, потому что все люди такие, ну, тяжело быть очень таким правильным, как тот же, там, я не знаю, Рамиль Мухаряпов, да, к примеру, который живет, там, Алишер Ерикбаев, который там живут, ну, ангелы на земле просто, да, вот, и ты на них смотришь. Максимально конгруэтные люди. Да, 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 и третья причина, то, что такие люди, они наскучивают, правильные люди, они наскучивают, вот, если человек постоянно говорит про саморазвитие, если там человек постоянно говорит о том, как важно развиваться, как важно делать правильные вещи, иметь чистые мысли, я отписываюсь от него, потому что нам интересно смотреть за бэтбоями или за бэтгерл, да, там, Ширын Нарчаева, там, Айжам Байзаку, ну, реально же интересно следить за людьми, да, у них много хейта, да, они там идут против системы, да, они оголяются, но это интересно, поэтому столько говна вокруг них, и вот, поэтому... Если честно, я на них не подписан, но как раз смотрю их в интересных. Да, ты старый просто, тебе жениться пора уже. Вот, и вот эти три причины, и я не хочу говорить, что я прям очень там, знаешь, такой, я правильный в плане честности, да, и последняя причина, наверное, искренность, то, что и я, и Нагимуша, мы работаем с аудиторией, то есть мы где-то надо поблагодарим, где надо, там, скажем, какое-то недовольство, вот, и хотя я вообще недовольство не выражаю, потому что я считаю, что они мне ничем не обязаны, они на меня подписаны, и уже спасибо им за это, я им интересен, и уже спасибо за это, вот, как-то так. Хорошо, что ты думаешь насчёт этого, насчёт конгруентности? То есть в тот раз, короче, психолог нам сказал, что это, оказывается, называется конгруентность, это когда то, что ты реально в жизни делаешь, да, и твой внутренний мир, когда там, короче, всё ровно, это, типа, называется конгруентность, и, то есть, когда ты, получается, что ты пьедишь и так далее говоришь, это совпадает, и ты не лицемеришь, и ты живёшь в гармонии с самим собой. Блин, что-то слишком рано в гармонию ушли, да? Мне кажется, вот ты как узнал вот это слово конгруентность, ты его стал чаще употреблять, да, и тем самым свой высокий интеллект это доказывать преимущество для других. На самом деле, я 5-6 выпусков не использовал это слово, я только вспомнил. Вот, а, ты вспомнил, с чертовым. Он, короче, накопил, кончил и 10 раз сказал, короче. Круто, это классно. Это вот из разряда дисфункции, но не будем об этом. Ну, на самом деле, я не такой популярный, как Бржан, вот, поэтому я не сталкивался, знаешь, с таким-то, что вот там... Если хочешь, чуть-чуть мы тебя раскроем, чтобы люди сразу... А, нет, ты по-любому красивее можешь сейчас сказать Ирлан какой-нибудь. Ирлан, да, на самом деле, без этого человека, это как Найману с криптонитом, понимаешь? Нет, но читает он фигово. Да, я вообще не знаю, как Найман читает. И Найман такую. Нет, на самом деле, без Ерлы у меня бы давно бы уже, наверное, наступил творческий кризис, потому что Ерла всегда приходят тяжелые моменты. Последние все рекламные ролики нормальные, которые писал Ерла, вот, а которые не очень, это рекламные агентства. Ну, они сами даются, да? Да, 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 это вообще отдельная тема. Вот, и помимо того, что Ерла мой близкий друг, и прям у нас с ним твое любимое слово «химия», ты тоже заметил, что он это постоянно использует, у нас с ним очень хорошая химия. Мне, допустим, часто пишут, что Ерла не смешной, но для меня его шутки пиздец смешные. Вот сейчас я рад, что он раскрывается. Мне вот сегодня сообщение прислали, что я не думаю, что в Небраске, типа, Ерла может так травить. И, ну, по сути, из Небраски я остался только с Ерлой, да? И вообще не стесняюсь того, что Ерла, ну, как сказать, не то, что не стесняюсь, я рад тому, что Ерла сейчас начинает раскрываться, и что мы вместе, ну, как бы, вместе сидим напротив камеры. Вот, и поэтому... И в целом это очень умный человек, нереальный перфекционист пиздец. Вот он идет по городу, видит вывески, а у нас в Алматы, в принципе, как и везде, ебать, братан, это, знаешь, вот эти вывески, да даже те же самые вывески акиматовские, да? Вот это вот целое оформление государства, вот это голубое-золотые, как школы оформлены, как магазины оформлены. Это все так стрёмно, и у него прям бомбит его всегда. Знаешь, я даже думал, может быть, небольшую рубрику в сториз запустить, типа, полиция дизайна, знаешь, так, типа, ай-яй-яй-яй-яй-яй, так нельзя, записываешь там вывеску, там, элементарно магазина. Хорошо, ты просто, ну, ты простой продуктовый магазин, но будь добр, как-то фирменный стиль города, ну, ты посоответствуй ему тоже, в том числе, ты в центре города находишься, зачем ты используешь там Comic Sans шрифты, да? Просто знаю шрифты наизусть, да, я знаю вот эти шаблонные шрифты наизусть, и когда их используют, ну, прям душа болит, потому что сам веб-дизайном занимаюсь, и, ну, это такое, короче. Типа тайпографии, да, короче, и так далее, это, по идее, большой рынок. И я хотел поблагодарить Жана за такие слова в мой адрес, и я думаю, салфетки тут специально. Не, я главное не сказал, я главное еще не сказал, то, что один из немногих людей, кто мне может правду сказать, вот реально, потому что очень много, мне кажется, каждому такие люди нужны, и очень много людей, когда вот ты становишься популярным, очень много людей тебя постоянно хвалят, и говорят, что вот это пиздат, это пиздат, и этот человек позволяет держать баланс. Но не бывает иногда, что перебарщивает с этой правдой? Бывает, да, бывает такое, да. Но в целом, знаешь, но в целом это нормально, я готов принимать правду, я рад этой правде. Но когда тебе близкий человек, да, ты это понимаешь, что он делает это с правильным посылом. Недавно был случай, что в Меге подошел пацан знакомый и просто обосрал меня, вот просто обосрал, типа, вот это ебать, вот эта хуйня, вот этот последний ролик говно, говно и ушел, короче. Я такой, окей, принял, но это неприятно. А он умеет преподносить, короче. Я, короче, был в Алма-Ате на Red Joel Bars, и там как раз... А, это Joel Boros, который, да? Joel Boros, окей. Он пришел с Кыргызстана. Да, да, да. И там... Кыргызов все красавчики. Как раз был этот... Короче, все креативные агентства Казахстана, СНГ, там Кыргызстана все собрались, и там один чувак как раз рассказывал насчет этого. То, что, типа, блядь, мы, типа... Он сам говорит, типа, мы все, вот вы, сценаристы, креативщики, делаем хуйню, типа. Уже заебала вот эта вот, типа, зеленая кухня, счастливые родители. Да, да. Там... Продукт, да? Подбегает, да, маленький ребенок, ему наливается сок или там что-то, свежее молоко и так далее. Типа, блядь, это не жизненно. Типа, зачем мы этим занимаемся, чуваки? И, типа, надо снимать жизу, надо рекламировать и продавать через жизненность, искренность. То есть, почему у тебя реклама хорошо залетает и так далее, да? Потому что ты как-то жизненнее, искреннее. Ну, не то чтобы жизненно, да? Более искренне ты продаешь это все. И он то же самое говорил. И мне кажется, в тот вечер многие, наверное, вот так вот задумались. Но почему-то все еще весь рынок Казахстана и так далее, там, ажеки и атаки, да, которые сидят в маркетинг-агентствах и так далее, они все еще работают по принципу ПРАД, да? И, короче, делают... То есть, не делают, а просят именно вот такие сценарии. Это чисто моя боль, знаешь, просто... Я думаю, только смена поколения сможет вылечить. И там, да, короче? Да, там смена поколения, потому что... Министерство маркетинга только в этом, да? В творчестве, да? Да, просто действительно у них очень замыленный взгляд. И вот эти... У них проблема какая? То есть, они говорят, для чего мы делаем такой примитивный сценарий? Потому что объяснить, что этот продукт, непосредственно такой-то, такой-то про него рассказать. Ну, слушай, если ты хочешь, чтобы он продавался, ты будь добр, как бы, немного, да, и творчество, и креатива. И тогда твой продукт будет продаваться. Для этого необязательно вот эти клише использовать. Но они не понимают это. Я как-то общался с одним очень крутым, типа, маркетологом, но из старой гвардии. И у него были такие доводы насчет креатива и так далее. То, что, типа, креатив, он, типа, нахрен не нужен, если, типа, вообще рационального, типа, этого нет. То есть, много где я с ним был согласен, но сейчас, так, я так посмотрел, и мне кажется, как будто он мне сказал хуйню. Хотя в тот момент я ему поверил. Мне кажется, он просто на уши присел так хорошо. Да, да, то есть... Вообще, братан, маркетинг, это знаешь, это самая быстро меняющаяся сфера. И вот если ты финансист, вот ты отучился на финансы, там, конечно, тоже все меняется, но вот у тебя есть база какая-то, ты ее знаешь. Я учился на маркетинг, я сейчас понимаю, что я уже выпадаю, да, я многих вещей уже не понимаю. Она очень быстро меняется. Расскажи, что ты еще в рыбной компании работал. Я в рыбной компании работал маркетолог. Мне это, по-моему, раз пять рассказываешь. Вот он правильно, подкрепляя эту тему, то, что там все быстро меняется. Есть, там, допустим, курсы СММ, или, там, допустим, книга о СММ, она вышла вчера, да, она уже сегодня устарела, то есть человек прочитал, это уже, короче, неактуально. Тут понятие дружбы во время наших родителей и понятие дружбы именно в нашем поколении, да, более какое-то цифровое, когда уже такое вмешательство появилось. Вот что вы думаете насчет этого? То есть, по-любому, ну, у тебя проблема в том, что когда ты суперзнаменит, там, да, там, очень много там уикендовых братьев, да, появляется, братья по выходным. Да, вот, и... Смотри... Ну, наверное, тоже есть какие-то ложечки. Это мой уикендовый брат. Только уикендовый. А, только? Да, я угородный. Смотри, я что думаю насчет вот сравнения, насчет этого мы с мамой насчет этого разговаривали. Я думаю, что раньше, вот, во время СССР, я вообще всегда говорю, что я хочу жить в то время, во время СССР, как бы сейчас возможности нам не давали, потому что раньше человеку нужен был человек, а сейчас человеку нужен образ человека, который он видит где-то. Понимаешь? Идеальный какой-то... Да, этот идеальный образ. И поэтому так много разочарования, и поэтому так много неискренности, потому что, когда ты... Да даже вот в Инстаграме ты смотришь, девчонка, блин, ну классная, да? Да, согласен. И там и поет, и танцует, и интересная внешность, к примеру, да? А потом ты, ну, в жизни общаешься и понимаешь, что человек, ну, скучный или неинтересный. То же самое с пацанами. Он весь такой мажорик, да? Он такой, блядь... Ну, это в плане девушки, наверное, которым это важно. Он такой успешный. А ты приезжаешь с ним на встречу и понимаешь, что такая, сука, пробка, да? Такой тупой, блядь. И ты понимаешь, что... О, у меня есть история. Вот. А раньше, понимаешь, люди как знакомились? Они вместе учились в университете. Они были вместе в театре. Они играли, блядь, они знали какой-то человек. Они знакомились вживую. И раньше, когда ты набивал встречу, человек приходил на встречу, не созваниваясь заранее, да? То есть, зная точно, что человек придет. А сейчас, чтобы прийти на встречу, там, блядь, мы месяцами будем общаться в Инстаграме, чтобы первый раз увидеться. Вот. Раньше ты, когда видел девушку, которая мимо проходит, ты понимаешь, вот я сейчас не подойду, я ее больше никогда в жизни не увижу. А сейчас ты видишь девушку и такой, ну, пусть идет примерно, вот я знакомую знаю, в Инстаграме ее найду, лайкну, и все. И пойдет процесс, понимаешь? Раньше ценность человека выше была. Короче, сейчас проблема, типа, в завышенных ожиданиях, да, по идее? В натуре многие, мне кажется, не многие, все, наверное, этим страдают. По-любому ты начинаешь ожидать что-то. Почему так происходит? Ожидать от человека что-то? Да, да. Как раз это же и вгоняет тебя в когнитивный диссонанс. Ну, это так. Опять словечки кидает. Да, да, да. Нет, в смысле, ты ожидаешь, а и получается какая-то херовая реальность. Да, да. Ты что думаешь? Знаешь, вообще, всему виной... У тебя какая-то история еще была. Да, то, что он рассказывал, как раз-таки, в общем, знакомишься, допустим, в тех же соцсетях с очень, там, довольно-таки симпатичной девушкой, которая, ну, допустим, зайдет в клуб, все внимание будет на ней, к примеру. Значит, договорился ты с ней о встрече, вытягиваешь ее на разговор, и тут ты понимаешь, ты до этой встречи ты хотел ее, ну, то есть, в таком плане, то есть... А, я знаю, это стоит. Но, получается, спустя полчаса разговора с ней, какая бы она соска не была, какая бы у нее фигура не была, она такая, а ты с какого года? И все, все, нахуй. Ты не хочешь, ничего не хочешь иметь общего с этим человеком, и ты уже пути отхода начинаешь придумывать. Но ты понимаешь, я, допустим, джентльмен, и я не могу человеку сказать, извини, мне нужно срочно собирать свои манатки и валить, да, там, то есть, раз я пригласил человека, мне придется какое-то стандартное время отсидеть, да, условные два часа, да, а потом уже можно там закруглякнуть потихоньку. То есть, с первых минут у тебя было такое, бля, да? То есть, да. Потом дальше сидел и терпел. Терпел, да, терпел. Но знаешь, что, потом, ну, я не знаю... А девушки, знаешь, как делают? Они постановят, если пацанам не нравится, они типа подруге позвонили, под видом мамы, да, что-то случилось, надо до дому ехать. Хотя это же долбоебизм, если ты свалишь, да? Ну и, короче, можно подытожить так, то, что соцсети, интернет, он девальвировал вот былые отношения, скажем. Но это... Девальвировал? Нет, да, девальвировал. А простыми словами? Если паку зла... Обесценился. Обесценился. Смотри, но... Тут есть другой момент, то, что мы живем в это время, и нужно принимать его таким, какое оно есть. Поэтому нужно из него выжимать все. Поэтому, видишь, мы можем относиться к Инстаграму как типа к неискренности, к образу. Я тоже раньше постоянно это хейтил. А потом, когда понял, что, ну, блядь, ну, я же это не исправлю, я же не буду каждому человеку подходить и говорить, типа, давайте жить как в советское время, потому что когда человеку нужен человек был, блядь, мы можем только констатировать. То есть это наше сейчас, короче. Да. Мол, ты подходишь, знаешь, человеку нужен человек. Да, да, да. В клуб такой залетел, в микрофон, блядь, чем вы занимаетесь, ребят? Раньше по-другому было. Я знаю, к чему ты ведешь. На самом деле, то есть... Нужно пользоваться тем, что есть. Плюсы всегда есть. В какой-то ситуации всегда есть плюсы. Окей, мне просто самому... То есть у меня точно такие взгляды, например, когда ты через Инстаграм знакомишься, это как-то, как будто, знаешь, нет какой-то романтики, знаешь? Да. Вот хочется по-любому, даже если я даже пацан, но хочется вот в реальном мире случайно встретиться. У меня недавно друг женился. Ну, не друг, а знакомый. Так сказал, как будто он... Нет, вот он женился, и его спросили, типа, в общих руках, там, друзей, как вы познакомились. Я знаю, что они познакомились в соцсетях, и я слышу историю, она выдуманная, понимаешь? Людям стрёмно признавать, что они познакомились в Инстаграме, да. Это... Ну, на самом деле, это стрёмно, по идее. Это стрёмно, это стрёмно, да. Но сейчас это данность. Вот смотри, если у тебя так будет, ты тоже будешь стрематься и не расскажешь? Нет, я нет. Ну, как бы, ну, люди разные бывают, блядь. Мне вообще, я мало чего стесняюсь в этой жизни, поэтому плохой пример, да. Знаешь, я даже специально иногда через Инстаграм не знакомлюсь с некоторыми девушками, хотя, блядь, можно вот так вот просто познакомиться, да. Да, да, да. То есть, типа, ожидаю от, может быть, судьбы... Хочешь лайфхак, как знакомиться в Инстаграм? Нельзя писать, привет, как ты там, как это раньше было. Отпеть на сториз. Ха, этот человек знает. Привет, даже... Это надо астроумно делать, да. Просто, типа, знаешь, вот так просто посмеялся вместе с ней над чем-то, но, типа, не было. И в то же время свой интеллект показал, да. Она такая, а он хорош. Либо общая тема, там, выставила девушка в сториз «Игру престолов», типа, и ты ей пишешь, там, тебе нравится Теон Грейджой, да? Ну, типа, такого... И важно понимать то, что вот у Инстаграм-подката есть... Инстаграм-подката. Да, у Инстаграм-подката есть две-три жизни, как в старых играх, там, у Супер Марио и так далее. Если первая жизнь провалил знакомство, вторая, третья и то с натяжкой. Да, вот две-три максимум. Всё, если ты провалил все подкаты, всё, ты уже этот... В Инстаграм-подкате есть понятие романтика? То есть, если она есть, то как это выглядит? Примерно, просто мне интересно. То есть, я, может быть, где-то романтик, да, в натуре, который хочет консервативным путём. Есть. Но я принимаю... Цветочек про смайлик. Нет, нет, вот именно. Эмоджи — это ни в коем случае не романтика. Да, это шутка. А благо то, что появились сторис, как вы сказали, и ты можешь через сторис подкатить очень оригинально, заснять что-то, понимаешь, какое-то действие. И тогда она заценит. Типа, охренеть, чувак заморочился. Вот, видишь, да. А сфото члена отправить не вариант? Ну, это... Как тебе такой подкат? Да простят меня наши братья-турки, это вот и там прочие вот... Да, они очень любят посылать. Я больше за индусов, я больше за индусов слышал, что они... Да? Да, да, да. Ну, короче... А, еще есть понятие дикпик, да? Да, да, да. А, все, все, точно. Почему мы все втроем знаем об этом всем? Потому что подруги жалуются, наверное. А, да, скорее всего. Ну, вот, допустим, Тават всегда писали, типа... И сейчас, наверное, пишут, потому что номер Камаладина указан в ее био, а индусы-то не могут кириллицу читать? И они, короче, Камалу присылают хуи, блядь. Ты прыгай, Камал, говорит. В один день он сидит нервный, пиздец. Я говорю, что? Да, бля, индусы заебали, говорит, хуи своим не отправлять, говорит, пиздец. Блядь, просто зачем примерно? То есть, еще без слов, наверное, сразу, да? Не, бро, там есть слова, ты просто не поймешь, что они имеют в виду. Подкат есть, но сразу хуй. Базар. Да, да. Вот. Может, это, типа, супер. Знаешь, это как? Это ленивая тактика. Допустим, он свой хуй посылает. Кстати, девчонка. Я не знаю, какую девушку можно развести таким образом. А какая-то, может быть, ну... Нимфоман, вообще бешеная какая-то, блядь. Слушай, если это, ну, как бы, если эту тактику используют, хоть она чаще всего провальная, но значит, когда-то-то она работает, но я не знаю. Кстати, да, что за паническая атака? Короче, у меня специалист в области панических атак, да. Месяца три-четыре назад у меня началась такая хрень, то, что сначала появилась тревога просто в душе. Все было нормально. То есть, все было, все, вот все фронты, они хорошо шли, да, и работа, и отношения там, и все, все нормально было. Потом появилась какая-то тревога, и она росла с каждым днем. То есть, я не мог понять, я общался с ребятами, я говорю, вот такая-то, такая тема. У меня в окружении, знаешь, говорили, типа, вот у меня тоже такое было, но вот эти слова, что это тоже такое было, оно мне как-то ни хера не помогало, короче. Вот, ну, я не могу в Инстаграм... Тревога примерно какого типа? Тревога, как будто что-то плохое случилось, и она у меня в подсознании отложилась, и типа, но я не мог выявить, в чем была причина. Типа, даже не было проблемы. Не было какой-то проблемы. Не туда идешь по жизни. Это знаешь, сродни плохому предчувствию какому-то, да. Потом, когда мне повезло, что у Армана Юсупова, вот он выставляет, прикинь, он выставляет пост, там, не в сторис, а пост выставляет, то, что у него панические атаки, и я ему пишу, типа, бля, у меня такая же хрень. И у нас прям, мы прям встретились, прикинь, встретились, обсуждали, как есть же, два пиздестрадальца, встретились, типа, жалуются на жизнь, два человека, у которых все, в принципе, нормально. И Арман говорит, я когда выставил, нереальное количество людей написало, что оказывается, много у кого это, потом я начал на Ютубе пробивать. Это, оказывается, такая большая проблема, это людей, и некоторых убивает, до самоубийства доводит. Вот. И здесь... Это сколько у тебя длилось, это длилось где-то месяца... Нет, сейчас уже нет. Это длилось где-то месяца три, месяца два, месяца два-три, да. И это в итоге дошло до того, я не знаю, ты заметил или нет, у меня два месяца нормальный контент не выходил, потому что была вот эта тревога, потом начались другие проблемы. Есть отличие от депрессии? Я не знаю, что такое депрессия, если она такая, то, наверное, это была депрессия, просто депрессия, она... в глубокой стадии, типа это... Ну, может быть, да, наверное, может быть. Это была точная депрессия, потому что я, когда присутствовал рядом, я как тоже специалист по депрессиям, в прошлом могу сказать, что это вот действительно что-то другое было. Тревога. я тебе честно скажу, я даже хотел вот к Бахсе, там, к ясновидящим поехать, чтобы они мне сказали, они стопудово мне сказали... Камал не посвятил, наверное. Мне кажется, у спец вы эти дела. Ну, он тоже говорил, да. Он спец говорит в этом. А что, слышал тебя? Там бы мне стопудово сказали бы, что во мне что-то сидит, это нужно выгонять, это будет там стоить столько-то денег, и я потом понял, нет, наверное, все-таки... Я понадеюсь на кого-то другого. Я часто начал слышать такое. Я просто понадеюсь на кого-то другого, и ты знаешь, проблему переложу на то, что да, во мне что-то сидит, я с этим ничего не могу поделать, типа, и решение только в том, что из меня надо кого-то вытаскивать. Я потом сказал, нет, это не так. И знаешь... У меня есть мысль насчет этого. Сейчас, не забудь свою мысль. Я очень часто начал тоже слышать об этом, постоянно, не знаю, что-то там у них маркетинг или что, и ладно. Панический атак? Да, то есть мне показалось это на самом деле, то есть это скорее всего с подсознания что-то лезет в голову. То есть это не проблема, что что-то вселилось в тебя, или что-то сидит в тебе, это в твоем подсознании что-то вылазит наружу. И это тебе не дает покоя, скорее всего. И может быть какие-то детские комплексы и так далее, но это то, что в тебе есть, по идее. Мы вот с Витальем общались насчет этого. То есть это скорее всего... И оно начинает давать о себе знать. Да, да, то есть это у тебя есть, это твоя какая-то темная сторона, мы сказали. Я вот еще вспомнил, между хуево стало. С ней надо типа ассимилироваться, не то чтобы даже контролировать, а ассимилироваться. То есть найти гармонию, короче, потому что инь-янь, то есть опять же, типа, вот примерно вот такая точка зрения у меня насчет этого. Но я не знаю, насколько хуйню я несу и насколько там право. Пока с этим не столкнешься. У меня было так, что ты сейчас одну правильную вещь сказал, что я вот смотрел много видосов и первое, короче, ну если у зрителей есть такая ситуация, нужно перестать с этим бороться. Это как бы тупо не звучало. Я каждый день, я сидел, и вот у меня, знаешь, в один день было такое, что я вот так сел на диван и такой, блядь, блядь, что происходит? Меня рвать начало, прикинь, рвать начало до такой степени. И я не мог понять причину, что происходит. Люди вокруг начали переживать за меня. И потом, вот когда я это видео посмотрел, когда услышал вот этот панч, просто принять это и перестать с этим бороться, сразу легче стало. Не скажу, что ушло, это сидит, это будет еще сидеть. Но когда ты принимаешь, да, это есть во мне, это тревога, ну пусть она будет. Не надо об этом каждый раз. Я же как, типа, со всеми там списывался, общался, типа, салам, бля, короче, да, да, у тебя вот это есть, вот это есть, со всеми начал делиться. И ты это пытаешься выгнать из себя, как-то физиологически, Кормишь, да, и ты только кормишь, да. Когда принял, ну окей, пусть живет во мне. Самое главное, у меня получилось параллельно работать, начать. А потом я уже выявил причину этого, и причина оказалась очень жесткой, но я не могу осветить эту причину, но она оказалась очень жесткой. И оказывается, с того момента, я потом подумал, подсознательно, у меня крались вот эти мысли, какие-то там подозрения, и потом я подумал, что вот она, причина оказывается, эта причина сейчас ушла, и все, как бы сейчас проблема решена. А как ты это, то есть метод решения, психолог или что? Нет, я ходил к психологу, кстати, да, но когда уже выявил причину, я ходил к психологу, да, уже после, и еще раз убедился, что причина оказывается была в этом. Причина всегда есть, не бывает беспричинной, ну это мой взгляд, беспричинной депрессии, она может быть только из-за бездействия, когда ты ленишь и в потолок плюешь, у тебя начинается депрессия, и вторая причина, когда ты никому не нужен, то есть ощущение того, что ты нахуй никому не упал в этом мире, это пиздец, это очень сильно, вот оно вгоняет депрессию, а у меня все это в норме было, да, то есть я понимал необходимость, помогал, что мне нужно, от меня зависят там родители, кто-то еще, друзья, да, можно это назвать предчувствием, в ярко выраженной форме, так сказать. Наверное, может быть это и предчувствие какое-то, может быть, да, тебе сам мозг начинает что-то, да, заранее о чем-то говорить, типа, что не все гладко. Интуиция, да? Да, Я где-то читал или слышал то, что интуиция, это, типа, почему мы ее так чувствуем, типа, за всю жизнь ты живешь, да, много чего слышишь, читаешь, узнаешь, и это, типа, очень много информации, и она не может тебе дойти, короче, вот, понятным путем, она сразу тебе в голову так тарс, короче, и зато выстраивается, короче, какая-то, типа, без очереди лезть, да, 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 но какая-то суть, потому что ты что-то чувствуешь, знаешь, потому что ты об этом где-то слышал, но забыл и так далее, типа, вот это интуиция. И да, еще, я сегодня Анвару сказал, то, что такая ситуация, когда в жизни происходит, она делает твою жизнь из двух крайностей, ты либо, тебя это убьет, возможно, ну, в переносном смысле, да, ты потом ничего не сможешь нормально делать, просто амебой, знаешь, либо ты нереально сильным выйдешь из этого, вот, я сейчас, ну, я не знаю, если, вот он, наверное, заметил, я сейчас просто озверел, блядь, я сейчас так херачу, да, джейзи, а насколько это может вообще продолжиться, как ты сам думаешь? То есть, типа, насколько это может продолжиться, и все, типа, в колью у нее войдешь, короче? У каждого случая индивидуальный, зависит от людей рядом еще, которые, если у тебя, если такие же депрессивные люди, блядь, у тебя рядом, которые, именно не слова поддержки, а которые сами херачат, они тебе могут ничего не говорить, они просто делают, просто как вот проект Коты да Винчи, был, я на две недели выпал, хотя я обещал сценарий написать, пацаны все без меня делали, то есть, он и Рафаэль все без меня делали, все делали, то, что от них зависело, то, что от меня зависело, все было готово, не было только сценария, и мне из-за того, что было просто неудобно, я уже потом, уже пацанам высказался, говорю, ребята, такая-то хрень, да, со мной происходит, я просто, блядь, физически не могу, они просто и это на себя взяли, то есть, первый выпуск Котов да Винчи, там, в принципе, это заслуга пацанов больше, потому что я был вот в этом состоянии, да, но сейчас мы вернулись, я понял, что это кайф, это проект, который, вы прям поверили в него, и вот, будем ебашить, конечно. Насчет психолога, я еще не ходил к психологу, но мне очень интересно, вот я хочу, чисто, знаешь, в плане, как приключения, пойти, пообщаться там, и в основном мне говорят, то есть, типа, у тебя всякие комплексы и так далее, потому что, то есть, блоки, с детства, то есть, в детство тебе в голову говорят вот это и так далее, то есть, мне кажется, да, то есть, много чего, правда, но вот ты говоришь, тебе сказали, что там, где-то отец, да, что-то сказал, или что-то такое. Обиды детской нации. Да, 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 но ты говоришь, типа, такого не было, то есть, это, типа, типа, что, это плохой психолог, или что? вот добавлю, почему-то все психологи абсолютно убеждены, что большинство проблем, мальвинная доля, это как раз-таки, это какие-то твои детские, короче, травмы, может быть, там, даже если не у тебя. потому что доля, правда. Кстати, может быть, они почему-то так трактуют, потому что, вот, он говорит, у меня такого не было, я тоже самое говорю психологу, я говорю, у меня такого не было, он говорит, нет, типа, где-то там-то там-то. Ты не признаешься просто, ты боишься этого? и проблема, наверное, знаешь в чем? В том, что они, может быть, имеют в виду травму твоих родителей, понимаешь? Которую они транслировали на тебя, генетически? Передалась, да, но даже не то, что генетически, просто передалась, может быть, воспитание, иной раз, короче, потому что, когда мы проходили, по психологии, у нас был предмет психологии, на магистратуре, проходили тест, тест был как раз-таки посвящен вот этим травмам, и я, у меня, он был плохо заполнен, ужасно плохо, потому что я вот писал, ну, честно, я не хотел, типа, показаться таким идеальным, но писал как есть, у меня нет, у многих, ну, 99% все написали о своих траблах, я не писал, ко мне подходит психолог, она очень, кстати, востребовательная и сильная женщина, там, Еворская, кажется, что-то такое, она говорит, слушай, а что ты, говорит, не заполнил? Я говорю, ну, нет у меня, невозможно, говорит, у меня просто сейчас, говорит, времени нет, если мы сейчас бы с тобой остались, я бы все, говорит, вот это твое, вот это, вот так вот располошила, и я тогда задумался, вот, и это, походу, действительно так, бро, ну, как бы. В силу возраста и именно в каких-то ситуациях, мне кажется, каждая фигня потихоньку проявляется, то есть, может быть, еще не было таких ситуаций, когда, тоже, да, то есть, зачем я, как его, нащупать, да, что-то, да, да, то есть, короче, это может вот так вот выйти, внезапно, мне кажется. Кстати, это тоже хорошая трактовка, ну, то есть, я сейчас такое говорю, весь так, все со мной нормально, и все окей, а вдруг именно начнется период, там, скажем, ближе к сорока, да, когда у меня какие-то заскоки, да, начнутся, и тогда получил. Если честно, меня немножко пугает, типа, говорят же часто, типа, ты по-любому будешь повторить то, что твои родители делали, то есть, типа, наше поколение по-любому будет транслировать, и так далее, типа, по-любому это даст знать, и так далее, ну, типа, будет, короче, и эта мысль меня очень сильно напрягает, на самом деле. Я с этим полностью не согласен. Я тоже не согласен. У девушки, когда вот она растет в семье, и видит, что отец там руку поднимает, да, на маму, вот, у нее выборка парней будет очень жесткая, ну, типа, если отец дома закрывает маму, и пиздец ревнует, никуда ей не дает выйти, она в отношениях, в будущем, будет любой твой запрет воспринимать, как что-то смертельное, знаешь, типа, ты не даешь мне дышать, ты не даешь мне жить, там, сразу же враждебный настрой дойдет. это в этом есть, вот, то, что он говорит, это, ну, мне кажется, это действительно так, да, то, что, по-любому мы на родителей смотрим, и у меня просто в этом плане мне повезло, да, то, что родители всегда в идее, как бы, ну, были, конечно, проблемы, по-любому, да, это везде есть, быт вот этот вот, но покамись, я согласен, что, возможно, в будущем, когда я женюсь, когда будут дети, это, возможно, генетика, она всплывет, или это увиденное. Вот, мне кажется, это в ситуациях проявляется, а так ты же по-любому будешь думать, ты у меня же своя жизнь, я же это, типа, я другой, да. Вот, кстати, касательно этого, не прям, приближенно, ну, где-то рядом. Наши родители, особенно, вот, казацкие семьи, типичные, да, у них вот часто есть, когда они навязывают своим сыновьям, или дочерям, такую мысль о том, то, что, вот, не дай бог, будет татарка, или, типа, не дай бог, там будет шампиенская, да, вот, вот это что, это часть воспитания, которое им дали тогда, или это какие-то кейсы, ну, это же, ты представь, как сложно родителям, которые первые от этого отбиваются, и своим детям позволяют свободу выбора, это же сейчас только пришло, что наши родители говорят, главное, чтобы ты любил, раньше, ну, это вообще жёстко было, 10 лет тому назад, 15 лет тому назад, это было актуально, то, что ты сказал, да, сейчас, то есть, поменьше, но есть тоже, конечно, есть, конечно, есть, но гораздо больше, чаще я слышу, типа, да, главное, чтобы любил, и это уже от возраста, кстати, родители тоже зависят, то есть, главное не разводитесь, те, кто помоложе, они уже мышление другое, то есть, это всё-таки передалось, это же тоже отчасти психология, блин, надо или не надо, то есть, как прикольный опыт, мне кажется, можно сходить, да, смотри, а вот когда... Мне кажется, просто если копнуть по-любому в тебе, столько... Когда вот мне до этого говорили, что ты приходишь к психологу, и там типа, то, что чаще всего я слышал, ты приходишь к психологу, не чтобы услышать какую-то важную вещь, а чтобы высказаться, я, по идее, тоже с этой мыслью шёл, но когда я всё высказал, мне легче вообще не стало, и я автоматически ждал какого-то лекарства, и когда она произнесла мне фразу, что не жди от меня сейчас, я тебе не буду говорить какие-то вещи, которые тебе помогут решить проблему, у меня ещё сильнее разочарование пошло, но потом в итоге она начала их говорить, я не знаю, это, наверное, такой ход, типа, не ожидай от меня чего-то, а потом она начала как по полкам меня лечить, понимаешь? То есть это не сразу мне помогло, а потом вот выходишь от психолога, начинаешь анализировать, ну, это же правда, то есть ты думаешь, да, это... Короче, ситуацию нужно уметь принять, я вот это понял, когда ты научишься принимать данность, и человека научишься принимать таким, какой он есть, что он не такой, как ты, там, друг, это твой девушка, это мама твоя, папа твой, нужно уметь принимать, это тема психотипов, да, даже у каждого свой психотип, свои взгляды на мир и каждый выбирает не выбирает каждый живет так как он хочет жить и вот если подытожить тему того то что ты говоришь типа надо или не надо психологу стоит там как ты же говоришь для тебя это какого-то миссия там в игре там три приключения да потому что я наверное много американцев я хочу реально так полежать так знаешь доктор у меня там и знаешь да ну можно к этому так отнестись но я думаю я смотрю так лучше идти к психологу когда действительно существует какая-то в тебе проблема тогда он тебе поможет чем-то если ты в таком в гармонии пойдешь психологу мне кажется наоборот у тебя возникнет куча вопросов и ты будешь задуматься о тех вещах о которых ты не задумывался так психолога не стоит да и ты запалишься тогда понимаешь она тебе скажет как надо жить чтобы у тебя проблем не было ну то есть как проблема это всегда есть ну во первых проблемы могут быть в твоей голове и их решают ну решить можно пять сект главное самому да вопрос отношения я все еще как бы но этим правилами руководствуюсь то есть сам начинаю самокопаться где-то я понимаю что вот как раз в этом случае типа нельзя самокопаться короче типа просто надо сейчас идти идти мы же сами люди накручиваем иной раз какой-нибудь локальный мини конфликт с твоим там другом приятелем будет вот вы по какую-то тему оба уперлись как два козла и принципиально ну грубо говоря с кем с другом допустим да вот принципиально и ты такой а потом если покопаться себе ты видишь из-за такой херни мы сейчас на друг друга наибуриваем грубо говоря можно же просто как задачу разложить это а б ц и понять что этот но но блин типы ребенок реально маленький комон да вот он мне сейчас сказал про друга у меня есть очень интересная история взаимоотношения с марленом с марленом копаром мы с ним в пят с одной школы и сначала были в параллельных классах он учился в классе я бы класс всю трассу до девятого класса мы драли с ним то есть я был мелкий лидер с б класса он был мелкий лидер с а класса мы друг друга ненавидели в девятом классе мы сошлись мы друг друга никогда не боялись то есть мы если цеплялись то но то это был пиздец короче но мы друг друга всегда уважали вот было вот знаешь какое-то такое уважение друг другу не такое уважение в том плане что мы друг друга не могли подъебнуть потом если один раз цепанулись на футболе в девятом классе в начале девятого класса друг другу по плюхе кинули разошлись, и с тех пор, вот, пацаны, свидетели, до сколько, лет 10, мы ни разу друг друга не подъебнули, но мы всегда бы считали себя друг друга друзьями, а для меня друг, это знаешь, типа, когда можно обосрать человека, с Марленом у нас очень специфичные взаимоотношения, максимально формальные, вообще, человек бы никогда не подумал, что вот такие взаимоотношения, мы вот с ним сидим, если кто-то на меня напирает, Марлен никогда не возьмет его сторону, а то же самое и у меня, просто мы знаем, мы выявили, да, вот эту причину, что если мы зацепимся с кем-то другим, мы пообщаемся, мы решим эту проблему, но с ним, если бы мы с ним сошлись, это бы была катастрофа, и вот мы с ним буквально месяца два назад сели, вот, в заведении, и начали эту тему обсуждать, что, ну, так нельзя, это блок, знаешь, это... И ты, и он это чувствовали. И оба это чувствовали, да. У меня недавно общуха была точно такая же, ты знаешь с кем. Если подытожить, то можно это назвать барьер, иди нахуй. То есть, есть барьер такой, да, иди нахуй. Если ты можешь уже нахуй слать пацана, ну, своего кента, значит, у вас такие отношения, типа, ээ, чё там, вот так, сушь? Открытые, да? Да, да, сушь, не сушь пробить. А если вот этот барьер, иди нахуй не пройдет, это будет максимально так, типа... Какие-то засевшие обидки. Я воздержусь. Если какой-то конфликт будет, он скажет, я воздержусь в нем участвовать. Хотя, могли бы принять дискуссию оба человека. Ну да, чтобы, типа, не развестись, надо общаться. Да, поэтому было очень тяжело в Небраске. Я вот впервые это говорю на интернет, это очень мешало, на самом деле. Сколько я даже вообще не подозревал. Марлен нереальный лидер, и я лидер, понимаешь? И нам было очень тяжело. Вот Искандер, он был всегда между нами такой губкой, которая могла... Он человек круг. Он человек, да, да, да. Не в том плане, что он, не знаю, то есть в команде образования есть такая фигня, знаешь, да, психогеометрия. Да, да, да. Такой человек нужен всегда. И, по сути, благодаря Искандеру, многие вещи шли, сглаживались, да. Потому что мы с ним... Ему было тяжело принять мое лидерство, мне было тяжело принять его лидерство, и мы друг друга ничего не могли сказать. Если Марлена что-то не устраивало, он это передавал не мне, а через Камаладина, к примеру, да, или у меня, если мне что-то не устраивало, и это тоже... Вот, как говорят же, типа, хазма и там килинг, да, да? Вот такая тема у нас была. Мы вот... Кто-то говорит, хотя, по сути, предъява не к нему. Мы как этот... Луна в доте, да, в одного стреляет, а она, блядь, попадает в другого. Короче, такой человек, ретранслятор, так сказать. От тебя эта мысль не напрягает? То есть у вас своего рода была битва за лидера, да, где-то? Ну, то есть, может быть, явной не было, но подсознательно поройник. Холодная война такая, знаешь, такая, да. По-любому, потому что, например... Она у нас идет с братан с детства. У меня тоже есть вот это вот. То есть, я, блядь, меня это коробит. Я вот недавно понял, что... То есть, так нельзя. Типа, если я в каком-то проекте или что-то буду делать, да, для меня слишком важно, чтобы я контролировал всю ситуацию, да, я был там самым решающим... Мне кажется, что пятнадцатая область, пятнадцатая область, она не состоялась, потому что там был ты и Терри Тима. Вот, это и есть как раз. Я к этому хотел вот так вот привести. А, я спойлер могу. Но там, знаешь, проблем... Ты так максимально обгибал, да? Да, да, да. Нет, нет, я хотел это привести. Не только Терри Тима. То есть, вся команда, которая собралась, там, своего рода, все типа альфы были, знаешь, каждый хорош в чем... То есть, как Галактика с Реал Мадрида, но не Зидана. Я к чему говорю? Потому что мы недавно ходили в клуб с ребятами, и я, если честно, был в шоке с того, что я редко хожу в клубы, но мы об этом чуть позже, да, наверное, поговорим. И я редко хожу в клубы, и когда я недавно пошел в клуб, знаменитый в Алматы бар, и когда мы зашли туда, я увидел где-то пар, наверное, 6-7, которые сосутся в клубе. Одной и той же... Одной и той же ориентации. Нет, конечно, да-да-да. Таких-то пар было много, да? Гетеры. Прикинь, 6-7 всего пар, да? Вот. И у меня в голове сразу появилась мысль, охуеть, как все быстро движется, да? То, что вот у нас... На самом деле, у нас гей-клубы давно существуют, но туда в основном количестве ходили не геи, туда ходили натуралы, которые шли цеплять девчонок. И прикольные сценаристы-исследователи. Да-да-да, такие, как ирланды. Туда ходили натуралы, чтобы цеплять девчонок, а девчонки туда ходили, чтобы к ним не доебались. Понимаешь, вот такая вот схема образовывалась. И в итоге... Вот. Но сейчас именно вот культура ненатуралов стала гораздо распространеннее. И мне часто пишут в Дайрект, типа, ты в теме, не в теме. А, я помню, да, ты мне рассказывал. Типа, ты в теме, я еще не понял. Типа, фраза, ты в теме, значит, ты пидор, короче. И, конечно, это напрягает, но мне очень помог опыт года обучения в Европе, когда у меня одногруппники были, геи, лесбиянки, индусы. И мне... Я просто, знаешь, когда все это нормально воспринимают, я раньше был гомофобный, а сейчас нормально. То есть я научился не реагировать на вот это, на то, что происходит. Конечно, если ко мне пойдет какой-то контакт, я не знаю, как я себя буду вести, но я отчасти не понимаю вот этих людей, которые просто на улице увидят и начинают агряться. Это неправильно. Я считаю, как, это... Почему их это бесит? Потому что они не хотят... Агрессивно ведут себя. Они не хотят на самом деле им пизды дать. Они хотят внутри себя самоутвердиться, что он не гей. Вот мне кажется так. А, латерская хуйня всякая. Да, да, да. А у некоторых прям жопа горит, типа, да как ты можешь, ты вот представитель такой национальности, ты позоришь целое это. У них же вот так это... То есть, мне кажется, агрессия, она всегда, ну, отталкивает... У нас на самом деле с Ерланом очень много в кругу и геев, и лесбиянок, и как бы, знаешь, ты сидишь и... У вас Алмата очень прикольный город на самом деле. Алмата прикольный город. И знаешь, в основном люди нетрадиционной ориентации, это парадокс, но это хорошие люди. Они очень хорошие люди. Вот они очень ответственные. Добрые. Они добрые, они ответственные, да, да, да. Это инстинкт выживания. Ну, наверное, да. У меня негатив... В смысле, инстинкт выживания, в смысле, из-за того, что они боятся, они такие добрые? Да. Типа, они все черти? Ну. И, боже... А Нуар сказал, что вы черти такой, да? Ладно, шучу. Ну, вообще... Бля, он вырежет, а ты что это думаешь? Ну, негатив проявлялся, я помню, у меня только в тех случаях, когда ты видишь, вот это такие грязные ситуации, знаешь, есть такие специализированные клубы же, чисто для них. Мне повезло, я такого не видел, бля. Да. Подъезжает машина, наполненная людьми, ну, нетрадиционной ориентацией, и они очень агрессивно и вызывающе себя ведут. И тогда ты понимаешь, что, ну, не дело. Ну, то есть, знаешь, даже там были трансы, много трансов, и они такие очень-очень-очень пьяные, очень нагло общающиеся с окружающими людьми. И вот тогда ты реально на конфликт нарываешься. А каком этом ты можешь ущемлении говорить, когда ты просто... Нас стоит не забывать, в какой мы стране живем все-таки. Ну, да. Согласен. Мне кажется, когда ты живешь обычно в регионе и смотришь, да, и когда об этом так говорят, просто, бля, ну, это врезается прям, знаешь. В Америке самые комфортно себя чувствуют черные, потому что им чуть что сразу тема расизма. В Европе комфортно себя тебя чувствуют нетрадиционники, потому что чуть что тебя засунут, Они используют как козырь, да, даже? Конечно, да, да, да. Поэтому отчасти... И вот здесь то, что вот Ерла говорит, да, они... Когда к нам это постепенно приходит, вот эта смелость и типа чуть что... У нас сейчас на первом месте, мне кажется, это тема феминизма. Ой, а сейчас капец актуально. То есть я постоянно слушаю феминизм, феминизм. Ты попробуй, девушке скажи, там, типа, даже в шутку молчи, женщина, да, твой день 8 марта шутка, которая раньше была очень актуальна всегда. Мне кажется, в Казахстане у всех одна позиция, как к 91. То есть внешний вид особо не нравится, но музыка охуенная, да? То есть если ты не радикальная, бля, ну, в смысле, если ты не радикалка, которая, если что, сразу с ножом на тебя бежит, да? То есть если ты за реальное равноправие, ты окей, это нормально, это совершенно окей. Ну, то есть везде же баланс нужен, ё-моё, не знаю. Вот, вот, да, баланс. Что вы думаете насчет сетевухи вообще? Не касаясь аллегории с религией, не касаясь, что вы думаете насчет сетевого маркетинга? Мне просто интересно. Сетевой маркетинг, он, знаешь, типа есть люди, которые это создали, да? И они преследуют какие-то интересы. Да? Сетевой маркетинг же, скажем, не знаю, косметика и так далее. Они все это исследуют и так далее. есть люди, у которых есть какие-то комплексы, какие-то потребности, где их продукт, да, он решает их задачу, получается. И получается, этот человек приходит, там, либо его зовут каким-то, ну, опять же, разными инструментами, зовут его, да, прописанными скриптами, там, как общаться, как навести на это, да, и садятся, общаются с продажником, да, который в сетевом маркетинге работает. И как обычно бывает, то есть, ну, ты же разбираешься в маркетинге, у человека, который сидит и продает, да, у него готовый скрипт ответов есть, да, как это называется? Речевой модуль. Речевой модуль, да, по возражениям. Вот. То есть, что бы ты ни ответил, он скажет тебе, такую речь толкнет, что этот продукт, он по-любому тебе нужен, это очень полезно. То есть, все твои эти, типа, ой, нет, спасибо, он там найдет ответы. По-любому, потому что до этого все собрались, сели и начали составлять этот список ответов. Принштормить, да. Да, и это реально работает. Почему все сетевые, сетевые маркетинги и так далее, у нас в Казахстане пользуются спросами и так далее. Потому что очень многие финансовые проблемы, какие-то комплексы. Опять же, вот это все. Опять-таки бедность. Да, и тебе говорят, мы решим твою проблему, хочется работать, на тебе этот. И ты приходишь, и тебе говорят, ты скажешь, а я не знаю, что делать. Там же ярый пример, это когда подруга, там, мамы, там, вдруг хорошо зажила, и говорит, ой, типа, там, не знаю, там, Дина, смотри, у меня там то, все, это работает жестко, это самое такое, знаешь, серебристное. да, у нее там, типа, она говорит, я летаю, там, по миру, и так далее. Там всегда же такие же, типа, ты думаешь, что, серьезно, что ли? А ты один раз приди, послушай, и все, там, в чьи вот эти сети попадают. Я вообще думаю, что в целом, сетевой маркетинг, он, когда у какого-то продукта есть проблемы, вот, типа, упал рынок этих, блядь, как это называется, не паромы, а эти, круизы. Круизы, да, упал рынок круизов, и продажи перестали идти, люди начали пользоваться самолетами, трейнами, Как мы можем сейчас это? Как мы можем это вернуть? Они придумывают, там, dreamtrips или, там, круизы, да. В любом случае, эта проблема пришла, это решение пришло из проблемой, я в этом, я не знаю, как это было, но я твердо в этом убежден, что была проблема, они пришли, давайте замутим это через сетевой маркетинг. И очень много сейчас таких примеров. Первая была, да, одна из первых косметика, а сейчас вот это. Ну, и сейчас просто я смотрю, когда... Это не есть плохо, на самом деле. Это не плохо, это более решают, да? Нет, сетевой маркетинг, это жесткое решение, на самом деле, для продукта, чтобы он продавался. да. И просто сейчас, когда я, почему у меня негатив к сетевому маркетингу, я, ну, как бы, смотрю иногда продукт, реально есть хороший, вот у меня сейчас дядя занимается бадами, бады, действительно прикольная тема, потому что я там болею, они мне реально помогают, лекарства могут не помочь, а бады помогают, да? Меня больше не напрягает продукт, Возможно, тот же Energy Diet, возможно, тоже я не пробовал, но, возможно, действительно он помогает. Дело не в продукте, дело в самой методике продажи, то, что вот смотри, допустим, я залез куда-то, я понимаю, что, чтобы приводить людей, я должен идти к самым близким, которые ты берешь ответственность на себя, ты говоришь те вещи, которые тебе кто-то сказал, он говорит эти вещи, которые ему кто-то сказал, и ты говоришь, вот давай, вот это, вот это, вот это, зная вот эту всю информацию, модули по возражениям, и все, человек зажегся, давай херачит, он кого-то подтягивает, а потом, как это чаще всего у нас бывает, это тупо слетает, и представь, человек, который тебя привлек, в которого ты поверил, которому ты поверил, он тупо выходит, а что, да там, на работу устроился, там, неинтересно, а по сути просто продавать, невозможно, продавать не смог, и, а у тебя ответственность перед твоими, и тут ты начинаешь задумываться, бля, вот, ну, если чувак, который мне это предложил, таким воодушевленным гонором, и он светел, ты начинаешь летать, и как тебе стрёмно перед теми, кого они привлекли, понимаешь, вот очень много раньше, я помню, было тех, кто НЛ рекламировал, International, там у каждой симпатичной девчонки, в био было НЛ International, сейчас я натыкаюсь на это, где-то месяц, в месяц раз, гораздо меньше стало, и когда я вижусь с людьми, или которые, UDS Game, и очень мало кто признается, что все это, оказывается, было лажей, потому что, когда он тебя тянул, как он тебе рассказывал это, он никогда не признает, что все это, оказывается, было лажей, в которую я сам повелся, он не хочет этого признать, у него всегда другие ответы, я решил там в банк устроиться, мне там бизнес предложили, там я зарабатываю больше, вот, и неудобно перед людьми, понимаешь, потом ты становишься объектом для приколов, в лучшем случае, в худшем ты теряешь друзей, потому что это деньги, а там где есть деньги, там уже вопрос дружбы, он встает такой, очень шаткий, начинает прогнилаться, согласен, 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 как-то так, помнишь, у тебя был какой-то кейс с фейсбуком, связанный с какой-то рекламой, просто, почему я об этом говорю, я прям чувствую, то есть, я сейчас это ДРТ, оно в Ютубе, да, то есть, ни в Инстаграме, ни в Фейсбуке, я, в силу своего острова, да, я, как бы, знаком, то есть, дела веду, и там, и там, да, и прикольно, что из-за социальных сетей, нету какой-то, вот такой связи, знаешь, очень большая, дистанция, пропасть между, Инстаграм, контентом, и Фейсбук, темами, которые там даже обсуждаются, то есть, там, реально серьезные вещи, и так далее, те темы, которые мы в Инстаграме, там, думаем, и так далее, оно, то есть, во Фейсбуке, может быть, вообще, обсудили, не знаю, год тому назад, и так далее, там, ну, как-то так, короче, вот что ты думаешь насчет этого, что ты думаешь насчет себя, ну, история, насчет себя, просто тебе, да, другая тема, не, ну, история просто создания этих социальных сетей разная, и поэтому, изначально они тоже какие-то цели же преследовали, и поэтому, это как два брата, которые очень сильно... А, то есть, все работает, как задумано, по идее? Ну, по крайней мере, это очень сильно отражается, потому что, Инстаграм же вообще был изначально создан для фотографий, типа фотографами, да, не только еду, вообще природу и так далее, да, типа, чисто на Apple, на iPhone, короче, эксклюзив был, и так пошло, то есть, это, изначально не было площадкой для обсуждения чего-то, резонансировать, что-то говорить, обсуждать острые темы, а Facebook, это уже полноценное... У меня это просто как раз YouTube, да, и я хочу затянуть агашек, которые в Facebook, да, там есть женщины, да, крутые, там, свои феминистки, свои звезды, там, реально в Facebook и свои звезды, ты в Instagram звезда, да, в Facebook, ну, то есть, ты сейчас пример свой расскажешь, да, то есть, я хочу их затянуть и как раз вот посадить с инстаграмными чуваками и вот, чтобы YouTube аудитория видела, короче, как это все потихоньку сливается, какие темы обсуждаются, просто для меня это интересно, вот, что за кейс у тебя был? Что-то реклама, да, короче, смотри, у меня был такой кейс, когда мою рекламную, не мою точнее, а рекламную компанию банка начали крутить в кинотеатрах, до сих пор крутят БЦК, я там перед, перед фильмом, говорю, по поводу Apple Pay, внедрения в Казахстан, вот, и эту рекламу пустили на Target в Instagram и, и на Facebook параллельно, ну, и, по-моему, в Google тоже, много где, да, и она была везде, реакция в Instagram и в Facebook, это просто небо и земля, даже про это писал Алишер Еликбаев в Telegram, он выставил, типа, разницу аудитории, как меня, в Instagram что писали, о, прикольно, типа, наконец-то Apple Pay в Казахстане, он так прикольно говорит в своей манере, о, Биржан, в Facebook писали, почему такой серьезный продукт рекламирует это чучело, да, типа, кто это вообще, блядь, такой, да, ну, типа, почему он говорит так странно, почему он говорит в такой манере, как будто, я посмотрел на этого чувака и меня больше оттолкнуло внедрение Apple Pay, нежели захотелось, короче, вот, понимаешь, разница, во-первых, меня там не знают, во-вторых, конечно, манеру моей речи они там не понимают, и в целом, ну, наверное, я сам, я не знал сейчас, что это будет параллельно пускаться, и, возможно, я бы смог бы выбрать какую-то золотую средину, манеру поведения, как это доносить, так, чтобы и там, и там это залетело, и меня там жестко засрали, и, ну, вот этот вот кейс, он жестко показал разницу между Facebook'ом и между Instagram'ом. И не стоит забывать то, что это же возраст, там же тоже большую роль играет, в Facebook'е аудитория намного взрослее, то есть там, может быть, есть наши ровесники, но их не так много, на самом деле, там, пишите, да, вот. Я сам не особо пользуюсь в Facebook'е, тем более, хотя заглядываешь, да? Заглядываю, да. А та аудитория, которая активничает, я замечал, чаще всего, когда нарываешься на эти посты, там, агитационные какие-то, или, там, характера, критики, вот, тогда ты замечаешь, все взрослые люди, абсолютно взрослые. Вот там, почему, почему там, допустим, очень, как сказать, то есть там, когда критикуют ресторан, там уместны, это в Facebook'е, ресторанная критика, потому что взрослые люди, они в этом плане, ну, очень щепетильные, и так далее. Мало тупого троллинга, да? Да, то есть там конструктивно, то есть, да и тем более, смотри, кто любит покритиковать? Я, опять-таки, не хочу никого обидеть, но вот эти мамки, женщины, да, которые часто посещают заведение. Ну, это знаешь, это такой кейс, который мамки, как раз-таки, сейчас в Инстаграме очень хорошо улеглись, очень хорошо. Улеглись? Улеглись, что это означает? Они, знаешь, он просто говорит, что взрослая аудитория, которая в Facebook, она сильно разнится, но вот именно молодые мамы, они с Facebook'а успешно перекочевали в Instagram. Именно вот так. А есть чуть повзрослее мамы, которые еще не перекочевали, вот с ними тяжело воевать, там, что-либо сказать вообще в целом, да. Ну, короче, в Facebook'е в любом случае, ты, если ты в конфликт какой-то втянулся в Facebook'е, то тебе придется там очень долго переписываться и доказывать свою правоту, так сказать. ну, в Instagram'е иначе, конечно. Согласен. И вообще, в целом, знаешь, недавно, короче, я увидел, ну, по поводу, хотя нет, это что-то слишком резкий переход, блядь, по поводу блокировки, я что-то как-то ебанутый, его последний этот прослушал, и не понимаешь, что это... Типа, не в тему даже. Да, вообще, жесть, блядь, что-то... Знаешь, Ну, похуй скажи, просто... Можешь бы высказать себе. Я тоже такой думаю, это же, типа, я тоже хотел с твоей позиционировкой как-то, типа, связать, и пытаюсь, типа, как же, блядь, здесь позиционирование, нифига. Опять-таки, видишь, как построена социальная сеть, даже этот дизайн, он тоже влияет. Почему? Потому что, когда случилось несчастье с Денисом Теном, в Инстаграме многие там говорили, вот, надо делать реформу, так не пойдет, короче, и так далее, но отклик, по сути, в Инстаграме был такой просто в комментариях. Да, мы за это, все, окей, и все. А в Фейсбуке на эту умную мысль, расписанную, то, что вот надо делать реформу, пришло тысячи других умных мыслей, то есть, развернутый ответ. Инстаграм, это не платформа для развернутых и огромных ответов, а в Фейсбуке ты уже там чуть ли не книгу пишешь о проблеме. Это конкретика, если решение звучало. когда я читал посты о каких-то изменениях и как у людей горело, просто элементарно от вот этого случая, я там увидел, ну, реально очень много крутого текста, что мысли интересные, и люди там очень дискуссировали, а в Инсте иначе, просто эмоджи, просто там, да, поддерживали, да, нет, и очень мало. Я сейчас выражу мысль по поводу Фейсбука, вообще это очень, мне кажется, удобно для правительства Фейсбук. Почему? Потому что как бы их там не срали, что бы там не происходило, на кого бы там бочка не катилась, это происходит в социальной сети, люди на улицу не выйдут, люди не будут митинговать. А, а, я насчет этого, как телеграмм-группа, короче, рынок шкур, вообще, да, на днях, мне, короче, девочка, ей 21, у нее такой бэби-фейс, да, и она мне говорит, короче, у меня же образ там, антимотиватора, короче, она умна, и она мне говорит, короче, мы с ней пишем сценарий, насчет, какого-то ролика, она говорит, и потом здесь, короче, в телеграмме, в этом моменте, давайте снимем, как вы заходите в группу РШ, такой, что за группа РШ, она говорит, вы что, не знаете, что ли? Нет, ну, рынок шкур, я говорю, что за рынок шкур, ну, типа, все всякие валютницы, да, всякие эскортницы, которые там, инстаграм чихи, и так далее, то есть, про них там обсуждают, и так далее, я вспомнил, курицы, по-моему, были, курицы, алматы, да, это такая желтуха-тиманная, это было перекачевано, да, там это прям, там слишком жестко обсуждали, как я понял, и там было очень много обиженных парней, которые просто, могли, девушка бросила, а не раз дизинфу пускать, дизинфу, а здесь, как я понял, сами девчата, короче, да, то есть, я, вот ты, как я понял, долго там, я тоже об этом, нет, я об этой страничке узнал, где-то год назад, наверное, и когда вот так же, с пацанами, общались, кто-то мне сказал, вот есть такая страничка, где девчонок, что отличает паблик, рынок шкур, пизис рекламы, от тех же куриц Алматы, блядь, то, что курица Алматы, мог любой написать про любую, у меня там куча знакомых была на куриц Алматы, я знаю, что она нормальная девчонка, а у нее там, типа, какие там термины, да, глину месить, там, зелье, деструктив, да, зелье души, и, а в рынке шкур, просто, в чем отличие, они и паспорта выставляют, перепискиваются, но переписку можно подделать, паспорта тяжело подделать, ну, типа, фото паспортов, для чего паспорта, для выезда в другую страну, поэтому, этому паблику, как бы, веришь чуть больше, но, там тоже может быть, не хочешь сидеть и разочаровываться, блядь, не знаю, как-то, не хочется во все это верить, все равно какой-то блок в голове стоит, что, может быть, это пиздеж, когда знакомых видишь, которые, типа, этим занимаются, вообще, знаешь, эскорт, это же, это же тема, она же, почти, как и самая древнейшая профессия проституции, она идет с древних времен, вот, я недавно смотрел интервью Листермана, Гордону, и Листерман, подожди, давай, Листерман, Листерман, это самый, его называют самым крутым сутенером России, но я считаю, после его истории, одним из самых крутых сутенеров мира, потому что, в этом интервью, он рассказал, что, Наоми Кэмпбелл, вышла замуж за российского олигарха, Сват, вышла за российского олигарха, с помощью него, это Листерман их свел, в чем их работа заключается, в том, что эскорт, это не всегда девчонок едут чпокать, да, то есть, в основном, многим, не в основном, многим там, мужикам, их этот секс уже задолбало, они там девчонок потрахали, пацанов потрахали, их уже, их уже это не интересует, им нужна, им нужно общение, им нужно, я тебе отвечаю, да, вот по интервью посмотришь, им нужна реально душа, я в принципе понимаю это, потому что от секса тоже устаешь, бывает, ну просто, да, красиво, ну блядь, заебало, да, и физиологически уже как бы особо не можно, знаешь, отдушина, чтобы она тебя по голове погладила, и сказала, блин, ты устал, приляг, да, вот, и это вот хочется вот таким вот топовым мужикам, поэтому эскорт, я ни в коем случае не защищаю, да, я не защищаю это, но вот на таком уровне олигархов, это возможно правда, а когда человек только становится богатым, понятное дело, что их туда трахать везут, да, 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 полюбую, блядь, в смысле сбился, а, вот, мысль в том, что не все эскортницы едут туда заниматься проституцией, эскортницы едут туда выбирать женихов, что такое эскорт на уровне олигархов, это поиск невесты, это сватовство, вот, после интервью Листермана я это понял. Где-то на процентов 10, наверное, да, если из общего понимания эскорта. Даже, наверное, меньше, наверное, я просто пытаюсь как-то, наверное, блядь, прикрыть вот это вот, знаете, нет, на самом деле нужно понимать то, что... Просто для меня таким вообще это как-то в голове, нет, ассоциация такой. Нужно понимать то, что вот под общим названием всегда есть какие-то подвиды, ну, во многих сферах, во многих понятиях, и вот в этом понятии, вот, эскорт, да, как Бржан говорит, есть такие подвиды, подразделения, когда не совсем всё так, как обычно люди думают, но это же очень сложно, и это вот так вот, это потому, что каждый, опять-таки, богатый человек, человек с возможностями, он каждый думает, да, так, как он думает, то есть, но в целом, мы же знаем то, что в подавляющем, в подавляющем преимуществе, я думаю, да, это больше, чем половина, это факт, это... Не получилось у меня вас защитить, короче, госпожа эскортница. Да, нет, ну, это прости, вот, сейчас сидит, да, маленькая девочка, она это всё выслушивает, и типа, а, ну, в этом есть какие-то свои плюсы, да, вот какие могут быть нахрен плюсы в этом? Нет, конечно, то есть, по моим общепринятым нормам, и своим где-то консервативными взглядами, где-то современными, это всё равно для меня очень как-то странновато, но многие же, многие же этим, типа, живут и занимаются, и они же себя как-то самоуспокаивают, типа, типа, это, зато, я не знаю, воплощают свои какие-то мечты, цели, это слабые люди, ну, это как вот, допустим, как к этому решению приходят, ну, прикинь, да, то есть, ой, я не хочу ничего делать, всё, я хочу красиво жить, лень, что, вот, я не хочу ничего делать, вот, и коротчайший путь сразу, так, ну, вроде бы, внешними своими данными, я могу позволить себе что-то, да, и надыбать в этой сфере, потому что это для них изи, легко, вообще, типа, карпедем, там, я не знаю, короче, да, живи здесь и сейчас, ну, в плане, лови момент, что такое, да, типа, а, лови момент, ну, прикол в том, то, что не хотят напрягаться люди, ну, то есть, и девушкам, как бы, вот, парень, когда задаётся этим вопросом, я не хочу, вот, задайся таким вопросом, вот, парень, ничего не хочу, хочу здесь, что он делает? А, в смысле, как ещё раз? Ну, вот, смотри, вы никогда не задумывались, вот, мы мужики, допустим, вот, не хотим пахать, ничего не делать, тоже хотим, да, допустим, к примеру, по такому же принципу, что нам делать? Что первое на ум приходит? У них, понятное дело, они могут воспользоваться, поторговать. Но не у всех девушек, опять же, то есть, это сейчас конкретно красавчикам, красивым пацанам задаётся вопрос. Я не говорю то, что парни должны заниматься, я говорю то, что это как раз-таки на уровне вот гендерного, то есть, вот наш пол мужской, и если мы будем так же мыслить, допустим, как девушка, то есть, я вот хочу всё здесь и сейчас, я не хочу ничего знать. Что мы начинаем делать? Мы начинаем искать лёгкие пути, правильно? И обычно люди начинают толкать наркоту и так далее, я к этому веду, понимаешь? То есть, и... Становятся сутенёрами, да, как раз? Да, заметь, и я веду к тому, что вот эти все, безусловно, плохие вещи, они выходят от того, что человек хочет... Знаешь, ты говоришь, лень, не лень, мне кажется, что дело не только в лень, дело в... Вот у меня был случай, когда я только-только запускался в инстаграме, король говорит, мне два раза звонили, и я это рассказывал, историю, то, что мне предлагали заниматься сексом, сексом со взрослой женщиной, да, и он озвучил сумму, там суммы были немаленькие, там где-то было три тысячи долларов за ночь, где-то было пять штук баксов, а я, ну как бы, блядь, ну мне это, во-первых, очень польстило, мне не сказали, кто это, мне сказали, что она женщина, ну не в возрасте, у меня, я чуть не блеванул, блядь, я бы блеванул, если бы мне сказали, что она там, блядь, бабушка, вот, и у них же тоже свои причуды, да, 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 вот, и я, конечно, отказал в первую очередь из-за страха, такой, альди, альди, ладно, все, фотка с Мальдив, да, просто устал от всего, блядь, съебался, да, 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 в Дубае потом, внезапно. Я просто, почему, ну как бы, ты просто задумываешься, ну это реально прикольно, ну поехал пацан, почпокался, да, вернулся, у тебя 5 штук баксов в кармане, но потом я подумал, ну у меня же мозги есть, я же могу, и без этого, и без этого, да, а девушки, которые к этому решению приходят, там, наверное, во многом, это недостатка ума просто, ну и жизненные траблы, там, и так далее, да, я перечислил, просто, я может, из-за того, что сказал много раз, лень, из-за этого, я говорю, лень в том числе, а также недалекость, вот, то есть, человек неспособен, человек, что очень интересно, вот он, допустим, недалекий, и он это осознает, что он недалекий, ну это очень парадокс такой, конечно, у него хватает мозгов осознать, что он, типа, без мозгов, но я к тому, то, что... Ну у них как это приходит, осознание, они просто не знают, что делать, а что делать, вот так человек... Неосознанно, ни один человек тупой не признает, что он тупой, как и наркоман, блядь. Давай в сторону немножко философии уйдем, то есть, типа, чтобы таким не заниматься, да, надо немножко в жизни напрягаться, да, то есть быть... Саморазвитие здоровое. Да, далеко и так далее, быть недалеким... Не выбирать легкие пути. Это пороки. Легкие пути, они тебя в итоге убьют нахуй. А зачем вот напрягаться, а зачем вот... Вот вопрос вам, типа, философский ответ у вас, я хочу услышать. Почему легкие... То есть, да, зачем вообще напрягаться, если можно и не напрягаться, зачем заниматься саморазвитием, да, в принципе, если можно припеваючи жить, да, как... А затем, что времена меняются, и твоя внешность, благодаря которой ты этого добиваешься, она уйдет. Это только один момент? Нет, это один из. Один из. Бля, мне кажется, многие эскортницы как раз могут подискутировать насчет многих умных тем, там, блядь. Прикол в том... Как, знаешь, это как дополнительный скилл. Ага. Типа, они же могут это наработать. Не общался с эскортницами, не знаю. Я тоже боюсь. Прикол в том, прикол в том, что, знаешь, вот все вот эти легкие пути, которые такие порочные, и тогда все эти легкие пути, как показывают кейсы, мы же все... Кейсы, это лучшие такие примеры, когда много случаев сходятся, вскапливается, ты начинаешь понимать, а, ну, значит, это типа, в эту дверь нельзя идти. Какая-то константа. Да, да, да. Когда мы понимаем то, что все люди, которые свернули как-то на пороки и вот эти прочие вещи, не совсем хорошо заканчивали, это же есть кейс, на самом деле. то есть, ты хочешь кайфануть сейчас, но позже не знать, куда тебе эта дорога приведет, или же ты хочешь жизнь прожить нормально, ну, то есть, без вот таких моментов левых. Вот. И это тоже же подкупает, согласись, нормально существовать. Конечно. То есть, когда ты, типа, историю успеха одной девушки узнал о том, то, что она там в Дубае катается каждый раз и так далее, у нее есть там куча денег, а позже узнаешь то, что она пропала, допустим, просто элементарно. В Катаре, да? Или в Бахрейне. И никто не знает, где она, что она, короче. К примеру, таких случаев, я считал просто то, что оказывается, да, просто человек пропал, а люди с такими деньгами, они могут сделать так, чтобы никто об этом не беспокоился вообще. Это очень опасно. на самом деле. Ну, то есть, я же говорю, а... И вообще ехать в незнакомую страну, к незнакомому мужику, в незнакомые круги, не понимать, что ты там будешь делать, это, бля, как минимум, должно тормозить, бля, мне кажется. Нет, там уже есть, наверное, менеджер, который этим занимается, проверяет. И в целом, если говорить, если говорить о вот этих вещах, которые сподвигают человека на такие поступки, все-таки, наверное, на первом месте это слабость, да, потому что, если у него там в семье случается какое-то несчастье, все идет по пизде, там, и так далее, он принимает такие крайние меры, да, это от слабости же, ну, насчет, что для вас гармония? О, это вообще, для меня много что, потому что у меня татуировка связана с этим, баланс, а, поэтому ты, Брэд Амбассадор, балансы, балансы, нью-баланс, нью-баланс, да, но, а это весы, типа я сам весы, и так далее, несложно догадаться, наверное, и, в общем, для меня, короче, я понял то, что когда я не в гармонии, у меня вот как раз-таки состояние тревоги, про которое говорил Бажан, у меня дико падает настроение, у меня там депрессию кидает туда-сюда, короче, и я понимаю то, что это самое главное для моего состояния, чтобы существовать правильно. Вопрос, если у тебя получится просто коротко, хотя не обязательно коротко, как ты достигаешь этой гармонии, да, и насколько она постоянно должна быть у тебя, всегда должна быть. Всегда? Если я не в гармонии, то я же говорю, я начинаю пропадать, ну, то есть терять себя, могу... Хорошо, а как ты достигаешь эту гармонию? Ну, я, кстати, это очень такой интересный момент, потому что я всегда должен быть в гармонии, но я не всегда в гармонии, короче, вот. То есть, как еще раз? Я всегда должен быть в гармонии для себя, ну, для себя любимого, но я не всегда в гармонии, короче, да. Знаешь, мне кажется, у меня по-другому, Я считаю, что гармония, она циклична в плане, допустим, вот когда есть всегда гармония, ты не понимаешь, что это гармония. Вот, я насчет постоянства спрашивал. Когда гармония есть, и когда у тебя до этого была какая-то жопа, когда у тебя не было гармонии, вот пришла гармония, вот у меня сейчас гармония, да, все хорошо, все нормально, все окей. До этого был тяжелый период в жизни, не было никакой гармонии, я понимаю, что сейчас гармония, но если бы не было тяжелой ситуации, я бы сейчас не понимал, что у меня есть гармония, понимаешь? Для меня вообще гармония – это быть в струе. Есть такое выражение «войти в струю». Это когда у тебя, когда ты входишь в неё, это вот у меня удивительным образом такое происходит, то что самый тупой видос, который я могу снять в струе, он может разъебать на миллион просмотров. Самая охрененная идея видоса не в струе. Она просрётся, и меня там захейтят, и он никуда не выйдет, понимаешь? То есть вот это «войти в струю», я даже не знаю, как в неё входить. Просто, блядь, как будто не от меня всё звучит, как будто есть что-то, знаешь, стороннее, поставленное, типа «вот она струя, входи». Вот у нас разные трактовки, но суть одна, потому что я это представляю как. Есть какая-то комната очень комфортная, комфортабельная. Я в неё захожу вот так, на дивантик сажусь, и мне хорошо, знаешь, и кондёр. Бывает же в комнату, в номер отеля заходишь, когда ты там в жарких странах, и тебе такой «ааа», просто. И как будто в какой-то момент меня вот так вот толкают, и говорит «эээ, всё, время вышло, выходи». И снова я в этот пиздец окунаюсь, короче, и чтобы попасть в эту комнату снова, я прилагаю усилия. И это к тому, что это циклично, то есть ты не можешь в этой комнате… Вот нереально находиться всегда в гармонии. Вот это, в принципе, то же самое, о чем я говорю, то, что я хочу быть всегда в гармонии. Кстати, он сейчас подсказал одну хорошую мысль, то, что, по сути, чтобы в струю войти, нужно выходить из этой зоны. Да, 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 это правда. И что мы тут что-то раз философии… Хотел философии, да, вот философия. У меня, например, то есть то же самое, да, но я не выхожу, да, меня вот как-то всё сбрасывает, короче. То есть там чувак не подходит, например, и я не могу понять, как опять… То есть я каким-то образом опять же… У тебя просто пол проваливается, да? Да, 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 да. Я опять же потом захожу, и опять, короче, ухожу. То есть что я, короче, после этого понял, то есть это не первый год, это не пару раз, да, это постоянно, всю жизнь, да. Но мне кажется, я это начал прям замечать, что это есть в моей жизни последние 3-4 года, наверное. И я понял, что к этому нужно относиться совершенно нормально, чтобы это тебя не схавало. Да, да, да. То есть ты должен это принять, что это норма жизни оказывается. Потому что если… Синусоиды, да? Да, 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 да. Потому что когда ты начинаешь много думать, опять же, почему плохо очень сильно самокопаться и так далее, то есть ты можешь застрять там, да? Самое лучшее, наверное, если не лекарство, а, ну, скажем так, справляться с этим давлением, когда ты, короче, после комфортабельного номера отеля падаешь в говно. Самое главное понимать то, что ты снова вернёшься туда, но если ты хочешь поскорее туда вернуться, то тебе сейчас нужно не ныть, а прилагать усилия, которые сейчас тебе нужно… Ну, которые форсируют события возвращения туда. Потому что если ты с этим говном… Ты обмазываешь себя этим говном, если… То тогда тебе нужно будет идти в душ и так далее, и твой путь, короче, выше становится. Мне Камал, то, о чём он говорит, вот менеджер Камал, это был человек, который поддерживал меня максимально во время моей вот этой вот периода, и он одну вещь сказал, которая мне очень помогла. Про царя Соломона я не точно не помню, как детально, но к нему пришёл человек с проблемой, и у него где-то это было то ли набито, то ли написано на посохе, не суть. У него была такая фраза, что тот к нему пришёл с проблемой, он ему показал, типа, вот эту вещь, и там написано, это пройдёт. А потом, когда человек пришёл на... Когда у него всё было заебись, и он просто об этом рассказывал, он показал другую сторону, там написано было, и это пройдёт. То есть всё проходит, и важно это понимать, когда ты на коне, когда у тебя всё охрененно, если ты понимаешь, что рано или поздно это закончится, ты к этому готов. А вот если ты к этому не готов, ты можешь депрессуху, жёсткую пасть и не вылезти оттуда. Так же, как и понимая это, когда у тебя тяжёлый период, когда ты на дне, когда тебя просто жизнь вот так в землю втаптывает, и это пройдёт тоже. Вернёшься, по-любому, да. Жизнь такая. Добавил, кстати, такой типа... У тебя экспрессивно получилось. Два этих... Типа два чувака, которых ты фуловишь, и которые, типа, там, не знаю, нравятся. А, и рекомендуешь их, да? Да-да-да-да. Крутая тема. И по две книги, если там читаете, или хотя бы каналы, видосы, что-нибудь такое. По поводу книги, смотри, мне книга, которая очень помогла, это называется «Атлант расправил плечи». Она, по сути... Ты её прочёл полностью? Я... Я вторую прочёл, третью не дочитал. Без первой? Нет, первой. Ну, в смысле, две прочёл. Да. Это женщина, кстати, Айн Рент, она жила в России, она переехала в Америку, ну, не суть. И женщина написала книгу про предпринимательство, про людей, которые занимаются чем-то большим. Там, один занимается у одного завод стали, другой нефтью, там, они занимаются углём, главные там персонажи. И в чём смысл? Она полезна не только предпринимателям, сделать что-то большое. Вот. И после этого, я как бы вообще не в этой сфере, но мне очень... В тот момент был, хотелось делать что-то крупное, но крупное, она... Сферы же разные бывают. И очень отложилось в голове. Прикольная книга. По поводу... Вчера только мы обсуждали с Хасом. Да? Ну, это уже отдельная история. Ну, и там, конечно, вот эта тема Дегни Таггард, которая главная персонаж, которая... У которого брат дебил, слабый, да? Там очень показывают, что женщины её очень сильные. Какая ещё с Дегни? Дегни Таггард — это главная героиня самой книги, про которую повествуют. Вот. И... Людей, которых фолловят... Ну, я не знаю, я люблю такой контент, где ты не напрягаясь смотришь в Инстаграме. Я вообще считаю, что не стоит напрягать ни мозги, ни глаза. Недавно подписался на Сэма Колдера, знаешь? Да-да-да. Сэм Колдер — это чувак, он видеомейкер, путешественник. Визуально приятный. Визуально нереально приятный. Блин, такой крутой чувак. И... Ну, и, конечно, классика, то, что я уже рекомендовал до этого, это Джей Альварес. Ну, Джей Альварес. Чувак, который модель, путешественник, экстремал. Просто, знаешь, хочется жить после этих видосов и настроение поднимается. Но это влияет на людей по-разному. Если ты сидишь в ауле и у тебя коровы пасутся за окном, смотришь на Джей Альвареса, это тебя может в депрессию загнать. По-любому. А когда ты понимаешь, что, в принципе, всё от тебя зависит, как у меня, да? То, что можно, если напрячься жопой задвигать, можно это себе позволить. Эти люди очень мотивируют. И ещё слегка вот это вот, знаешь, она... Вот именно те видосы, которые ребята делают, эти... Там, особенно у Джей Альвареса, я помню, насчёт отношений, да? Типа couple goals, да? Вот эти все темы. Они так это так романтизировали, показали, что это стало каким-то, знаешь, типа, ролл-моделом, к которому все стремятся. Ну, это, знаешь, это круто вещь, да. Это... Ну, опять же, смотри, насколько это на самом деле действовано. Они же расстались, правильно? Да. Ну, мусики-то, да, у нас? Да, да, да. Ну, они же расстались? То есть, ты думаешь, блин, какая же у них любовь, я хочу так же. Но итог-то, ну, блин, то есть, оказывается, это тоже не есть, типа, само идеальное. Я на это смотрю не так, какая у них любовь, я на это смотрю, как, типа, смотри, у них любовь, и как они ею распоряжаются, пока они вместе. Понимаешь? Потому что ты думаешь, ой, а я со своей девушкой всё по одному шаблону делаю. И в этот момент приходит мотивация, и в этот момент приходит фантазия, и что-то новое в твою жизнь. И тогда, ну, возможно, они послужат вашему новому этапу отношений. У меня, знаешь, допустим, мы же с Тават много путешествовали, там, по-моему, пять-шесть стран вместе объехали, и, ну, у меня не было такого, что, типа, ролл модел, это Джей Альварес и вот эта вот девушка его, да? Мне просто хотелось снимать, ну, потому что человек красивый, человек офигенно в видео смотрится, мне просто хотелось делиться этим людям, ну, этим с людьми, и, ну, чтобы у людей тоже было желание. Тут вопрос, видишь, не главное, типа, я где-то это увидел, и вот тоже хочу так, а вопрос, хочу так, вот, типа, чтобы вот... Ну, это же на уровне подсознания по-любому залетает и записывается. Ну, да, а в итоге нужно... Какие-то хотелки от этого по-любому... В итоге нужна теорема Эскобара, ёп, если будешь придерживаться теоремы Эскобара, короче, тупо умными словами стреляемся. Не-не-не, на самом деле теорема Эскобара это трещина... Каждый максимум хочет показать, что он интеллект. Прогугли, прогугли теоремы Эскобара, на самом деле, кажется, что глубоко, на самом деле, просто до костей. Ну, так не говорят просто до костей. Это так, знаешь. Ты в итоге объясни, что это такое? Я же тебе рассказывал. Нет, я-то знаю, что это хуйня, что это хуйня. Да-да-да, теорема Эскобара, значит, такая была группа украинская, а может и есть, не знаю. В общем, есть знаменитое видео, где лидер, солист этой группы, у него спрашивают, типа, по-моему, спрашивают, типа, какой вам концерт понравился или как концерты прошли. И это прям культовая стала тема, знаешь, вот про гугли. И это называется теорема Эскобара. Потому что группа Эскобара. У нас в Хатахда Винчи даже в дисклеймере написано, по теореме Эскобара. Принцип, да, типа, что то хуйня, что это. Прикольно, прикольно. И, кстати, он назвал, а я не назвал, но у меня два там не наберется, давай я скажу. Можно телеграм-канал порекомендовать? Да, конечно. Это взгляд изнутри. Обязательно подпишитесь, если не подписаны, потому что там очень крутые вещи, там опять-таки есть мемуары, допустим, тех же эскортниц. Ну, то есть, эскортница пишет о своем, типа, вот так-то, так-то было. Потом писала одна проститутка из Южной Кореи, точнее, она русская или украинка, но она в Южной Корее занимается проституцией, и она описывает, как это происходит. Ну, то есть, если вам интересны такие темы, это профессии такие, короче. Но я не говорю то, что там все, на самом деле, я просто попался на эти посты. Но там, допустим, есть про пожарника, про футболиста, взгляд изнутри, да, взгляд изнутри. И там очень много таких моментов можно узнать, то, что не наружу, так сказать. А в Инстаграме, так как Инстаграм, вот он отметил, это контент, не который должен тебя грузить, вот, если вы хотите быть в тренде, всяких фэшн, вещах и так далее, ну, быть в теме, короче, не в такой теме, как Бржану в Директ писали, да, вообще быть в теме мировой, то подпишись на Heist No Byte, кажется. Вот, это очень крутой профайл, где сразу выходят новости, допустим, типа, ну, грубо говоря, Джей Кол выпустил альбом, он там платины достиг, и там сразу, и тогда ты будешь реально осведомлен, ты не будешь отрублен. Это мировой гузейн, короче? да, да, все, 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 потому что на него мало кто подписан, и, если честно, из казахстанской аудитории, я имею в виду, если честно, я так скрипя сердце, делюсь там, отрываясь, потому что чуть-чуть жадничаю, когда кто-то, знаешь, на него подпишется, типа, а, это же магияжа, по идее, да, по идее, всегда слегка бывает. Вообще, под конец я хочу сказать насчет Джей Альварса и так далее, это очень прикольная тема, и, то есть, ты берешь самое лучшее, я хотел вот подсказать насчет того, что, мне кажется, это плохо, когда девушки это слишком идеализируют, романтизируют, то есть, да, и начинают это прям интегрировать в свою жизнь и требовать это от пацана, да, когда они, ну, сидят в жопе, да, то есть, пацан еще не реализовался. В этот момент очень важно вовремя ей бешпормак дать. Нет, то есть, пацан еще не реализовался, она, в принципе, нихуя для этого еще не сделала, да, и не в тему, они себя, короче, либо ругаются, либо в депрессонах загоняют. А знаешь, опять-таки, нужно реально, ребята, будьте умными, да. Поднимать туризм современный казахстанский это не в тему. Ну, в плане, не, не, ты почти, почти правильно сказал, я к тому, то, что, окей, у тебя не хватает, естественно, бабла на Бали и прочие такие вещи, там, на экшн-камеру, допустим, если утрированно говорить, ты просто свои хотелки понись, 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 и посмотри, всегда же есть какое-то предложение по твоему карману, и можно добиться максимально такого эффекта, скажем, в таком случае. Субтитры сделал DimaTorzok